Вот как действует время. Первая стадия в семье. Мы разные. Вот жили-жили вместе и чувствуем, что-то мы какие-то разные. Не одинаковые, разные. Она как-то сама по себе, я сам по себе. Мы разные. Вторая стадия влияния времени. Мы не то, что мы разные. Она какая-то плохая. Я хороший, она какая-то плохая. Плохой человек она оказывается. Я-то хороший человек, а она вот плохой человек. Вторая стадия. Третья стадия. Да она не плохой человек, она злой человек. Она враждебный человек ко мне. Чужой человек, враждебный человек. Не наш человек, не наш этот человек вообще. И четвертая стадия. Развод. Война. Объявление войны. Здоровье. Что-то я чувствую себя не так, как обычно. Что-то у меня не так внутри, как вот обычно. Что-то не то. Вторая стадия. Что-то мне плохо. Третья стадия. Это неплохо. Это какой-то ужас, что со мной происходит. И четвертая стадия. Ту-ту-ту-ду. Это реанимация, четвертая стадия. Между странами. Первая стадия. Мы разные. Вторая стадия. Мы хорошие, они не очень. Третья стадия. Мы враги. Четвертая стадия. Вставай, страна огромная. И всех убивают. Веды говорят, это просто влияние времени. И просто мудрец, это тот, кто распознает это влияние времени. И прилагает к миру столько усилий, сколько нужно. А усилий может быть нужно очень много. И когда настоящий посол, настоящий мудрец приезжает в другую страну, он способен один, этот один человек, если у него есть вера в Бога, он способен один из стадии войны перейти на стадию вражды. Из стадии вражды перейти на стадию противоречий. Из стадии противоречий перейти на стадию различий. Из стадии различий перейти на стадию сотрудничества. Представляете, какая сила в человеке может быть? Это исторические факты есть на это. Один человек может спасти жизни тысяч людей, если у него есть сердце-любовь. И он способен с любовью к людям обращаться и принимать все, что они говорят. Они будут ругаться, кричать, да мы вас там всех сотрем. Да, конечно, все правильно, согласен. Но вот у нас тоже есть немножечко своя правда. Вы уж примите, пожалуйста, чуть-чуть хотя бы ее. И они, ну, чуть-чуть можем, да. И все, войны уже нет. То есть, если в этом мире, на этой земле, у каждого человека в сердце не хватает силы любить, начинается война. И все люди гибнут. Поэтому, если вы хотите мира на земле, если вы хотите, чтобы здесь, на этой планете, все было хорошо, учитесь любить Бога. Учитесь наполняться такой любовью, которая будет неразрушима. И тогда вы увидите, что станет легче жить. Будут события происходить, неожиданные какие-то. Один президент должен прийти в какой-то стране, который должен войну начать. А приходит другой, который войну не хочет начинать. Это чудо, которое молящиеся люди сделали, понимаете? Парадокс. Никто объяснить не может, почему так произошло. А так произошло, потому что кто-то молился, чтобы не было войны на этой планете. А кто молился? А вот я даже знаю, есть некоторая информация. Например, я узнал недавно, что полгода назад 100 тысяч буддистов собралось в Таиланде вместе и молились за мир. И так далее. Такие люди находятся, которые понимают, как правильно жить. Не только на уровне своего собственного тела, а также на уровне всей Земли. Потому что на Земле не хватает только мира. Все остальное у нас есть. В здоровье и в организме человека не хватает только здоровья. Все остальное есть. В семье не хватает только мира. Все остальное есть. На работе не хватает только мира. Все остальное есть. Нам не хватает в этой жизни только любви. А любовь идет только от Бога. Люди нищие, они не могут сами наполниться любовью. У нас не хватает сил. У Бога есть любовь, любви, он как солнце сияет любовью. Он соткан из любви, у него хватает, но мы его не видим. Веды объясняют, что когда человек живет своими заботами, думает только о своих заботах, он от Бога улетает и гаснет, как искрка от солнца летит и гаснет. Когда человек спять идет, он как бы думает, все, меньше работы, меньше болтовни, меньше телевизора. Больше думать буду о Боге, молитва, работа над собой, бег там, служить людям, я желаю всем счастья. Как служить? У меня нет ничего, что я людям дам? У тебя есть. Повторяю, я желаю всем счастья, бесплатно. Что платить не надо вообще, ты людям отдаешь самое лучшее, счастье отдаешь. А мне? Не думай об этом, как один человек говорит, Олег Геннадьевич, вы не понимаете, что когда вы людей лечите, вы отнимаете от себя здоровье, вы скоро заболеете. Я говорю, я наоборот здоровее становлюсь. Как лечить начал, так больше здоровья. Он говорит, это иллюзия. Я говорю, это вы в иллюзии находитесь. Он говорит, почему? Я говорю, потому что есть материальные законы, а есть духовные. Я говорю, если вы улыбаетесь кому-то, вам назад улыбка возвращается. Сколько улыбки получилось? Вы отдали улыбку, получилось сколько? Две. А если вы 300 человеком улыбаетесь, сколько назад получаете? 300 улыбок. Вот она, духовная арифметика. Если человек лечит бескорыстно людей, радуется им, они назад благодарность отдают. Благодарность в виде здоровья входит в организм. Так не бойся отдавать тогда. Отдавай честно просто людям. Отдавай себя, и ты получишь назад больше. Веды говорят, тот, кто за счастьем бежит, счастье от него убегает. Тот, кто про счастье забыл, отдает его другим, оно само бежит за ним. Но главное не поворачиваться к нему. Делать вид, что его нет, и отдавать, отдавать, отдавать. Как только себя счастливым почувствовал, оно убежало сразу. Потому что счастье только Богу принадлежит, его не надо присваивать. Почувствовал себя счастливым, отдавай, отдавай. Не держи у себя. Это невозможно. Счастье никто не может не взять. Я вам счастье отдаю. Вы можете не взять? Попробуйте хмуриться на лекции. У вас не получится. Мойте лбаться все равно.